Как дела? Я Адам из FameBit, и сегодня с нами Алекс с канала... Привет, как дела? DamageGood808. Большое спасибо, что пришел. Пожалуйста, ценю. Итак, начнем. Круто. У тебя есть канал, да. Что послужило вдохновением для запуска канала? Я знаю, что ты начинал несколько иначе, чем большинство ютуберов. Да. После киношколы я принимал участие во многих видеоконкурсах, да. И многие просили меня разместить видео на ютубе, чтобы принять участие. И какой видеоконкурс? Рекламный, что ли? Да, в принципе. Да. Свифер. Хотели, чтобы кто-то сделал видео о том, как можно интересно пользоваться их продуктом. Ясно. Вот я и снял для них. И доритос, чем вам нравятся эти чипсы. Да, в основном я снимал рекламу. С самого начала. У тебя уже был брендированный контент. Да, да. С этого ты начал. Да. Я принял участие во множестве конкурсов, выкладывал видео на ютуб, и другие участники смотрели их. Некоторые из них были ютуберами, они подписались на меня, я смотрел их материал. Так и было. С этого я начал. Был ли какой-то переходной момент от ворсового участия в конкурсах до становления этого твоим хобби? Было ли определенное видео или точка перегиба, после которой все и завертелось? Да, было местное видео, так как я с Гавайев, я сделал видео в местном стиле, и в моем родном городе люди говорили, «О, я посмотрел, забавно». И потом стало еще безумнее. Я помню, как я пошел к стоматологу, и женщина сказала, «О, мне нравится это видео!» И все остальные в кабинете стоматолога такие, «Боже мой, так смешно!» Видео было про доллар, они заставили меня подписать долларовую купюру, это было очень странно. Оно все еще на твоем канале? Да. Как называется? Доллар. Да, да. Не забудьте посмотреть. Потом ты переехал в Лос-Анджелес? Почему? Тогда не было студии Мейкер, было The Station, это был совместный канал, и у них был второй, The Station 2, второй канал, и у них было шоу под названием «The Station 2 следит за тобой». И там говорилось, типа, если вам нравится ютубер, ютубер, и вы хотите, чтобы мы сотрудничали с ними, скажите нам, кто это, и мы пригласим их на этот канал. И все, кто меня смотрели, захлудили им почту. Руководитель сказал, мол, «Хватит агитировать своих зрителей». А я ему, «Я и понятия не имел, что люди это делают». «Ты даже не знал?» «Нет». «Но я сказал, я знаю, кто вы, и хочу работать с вами». Вылетел, остался на месяц, было круто, мне предложили переехать, и я согласился. Здорово. Ты провел много брендовых сделок, начиная с первого дня. И какой твой опыт с ними? Что бы ты посоветовал ютуберам, которые хотят провести брендовые сделки? Я знаю, что иногда зрители могут расстроиться, когда видят, что ютубер делает определенные брендовые видео. Ты как бы под другим углом, но ты делаешь смешные видео, ты делаешь смешные скетчи, и это хорошо сочетается с брендированным контентом. Это требует определенного ума, да, чтобы это осуществить. Да, сложно иногда, в зависимости от того, что это за продукт. Но, да, мой совет — сделать видео интересным, чтобы людям хотелось его смотреть. Те видео, которые я делаю, это то, что я хочу делать. Я хочу делать их интересными, чтобы люди хотели смотреть их снова и снова. Конечно. А не просто рассказывать им о продукте, не отрывая взгляды от камеры. Так что... Ты снял видео чуть ли не обо всем. Ты снял про когтиточку для котов, одна из моих любимых, про матрас, про джинсы. Как выглядит творческий процесс? Типа, я сниму рекламу джинсов и спою о них песни. Как ты это придумываешь? Не знаю. Мне нравится сочинять песни, потому что людям больше понравится, если она будет запоминающейся. Конечно. И во время съемки вы не должны беспокоиться об аудио. Но не знаю. Это странно. Я просто пытаюсь придумать что-то смешное и сделать так, чтобы это было о продукте. Понятно. Я начинал с конкурсов, потом где-то кот снимал промо-ролики, чтобы рекламировать концерты. Ясно. И я пытался придумать... Допустим, было название группы, и я пытался придумать, как это можно обыграть. Хорошо. То есть, ты всегда ищешь, за что бы зацепиться, а дальше само собой. Да. А что насчет персонажей? У тебя есть веселые персонажи. Да. Как ты их разрабатываешь? Вначале они основывались на людях, с которыми я рос. Но сейчас я просто надеваю парик и просто пытаюсь придумать что-нибудь, что рассмешило бы моих друзей. Ясно. Если не скажешь, что это смешно, я буду продолжать. Есть ли у тебя любимый персонаж? Любимый? Ну, мне нравится нервный парень в очках с Иисусами. Он все время нервничает, и в его жизни что-то происходит, что он пытается скрыть от камеры. Да. Мне нравится его играть. У него нет имени. Я всегда его меняю. Но... Да, его весело играть. Класс. Это... Один из моих любимых персонажей. Круто. Есть ли совет для ютуберов, которые только начинают? Да. Я думаю, самое главное убедиться, что вам нравится делать то, что делаете. Неважно, сколько будет просмотров, попытайтесь придумать то, что другие хотели бы увидеть. названия, значки видео и все такое. Вам лучше показать свою работу как можно большему количеству людей. И если вы можете это сделать, то потом можете продолжать наращивать аудиторию и превратить это в полноценную работу. Ясно. когда я только начинал, мне кто-то посоветовал показать это как можно большему количеству людей. Ясно. И что касается производства, это как возврат к предыдущим вопросам, но пишешь ли ты всю музыку, записываешь все, снимаешь, а тогда я в одиночку? Да, в основном. У меня есть доступ к музыкальным библиотекам, поэтому я нахожу минусовку и добавляю свой... Да, вокал и прочее. Музыка — это важная вещь, потому что она вдохновляет. Конечно. Я слушаю саундтрек или еще что, и потом обязательно что-то придумываю. Ясно. Если это эмоциональная игра на пианино, можно придумать что-нибудь драматическое. Музыка — важная вещь, но да, по большей части я сам все снимаю и монтирую. Ясно. Ты этому сам научился или ты ходил в... Да, я рос в маленьком городке на Гавайях. Делать было нечего. Я все время снимал, освоил программу iMovie, все время снимал смешные ролики с друзьями, обучался в процессе, и затем начал работать в Final Cut, возиться с освещением и так далее. Если кто-то не видел тебя раньше, с какого видео им начать? Если вы любите музыкальные видео, наверное, видео про темного рыцаря. Вот оно. Да, да, конечно. Или если вы поклонник Ace Ventura, посмотрите Ace Ventura. Он очень похоже пародирует Ace Ventura. Может, покажешь? Действительно, супер. Да, посмотрите Ace Ventura спасает морскую свинку или Ace Ventura идет в школу. Моя любимая. Умора. Да, не забудьте посмотреть видео Алекса и подписаться на его канал. Мы добавим ссылку в описании. И если вы еще этого не сделали, подпишитесь на канал FameBit. Поставьте этому видео лайк. До новых встреч. Не теряйте известности. Увидимся позже. Субтитры сделал DimaTorzok